Договоренность о строительстве современного перинатального центра на территории 63-го региона была достигнута в Лозане, на Международном российско-швейцарском форуме, ход которого освещала телерадиокомпания ТЕРА. В переговорах с руководством Самарского Минздрава участвовали соорганизаторы форума. Председатель Совета директоров фармацевтической компании Феринг Фармацевтиклс, почетный консул России в Лозане Фредерик Паусон, Союз машинстроителей России и депутатская группа по развитию связей со Швейцарией под руководством Владимира Гутенева. Фредерик Паусон готов инвестировать в проекты личные средства. Строительство центра с нуля займет несколько лет, а проблемы демографии нужно решать сейчас. Потребности в услугах ЭКО высоки, поэтому клинику планируется открыть на уже существующих площадях, возможно, на базе Тольяттинского центра репродукции. Детали строительства уточняются, однако известно, что операции с использованием технологии ЭКО в нем будут бесплатными. Господин Паусон готов сейчас на опережении отправить для обучения самарских специалистов или в Британию, или в Германию. Обсуждаю здесь вопросы по управлению, возможно ли, чтобы это была форма частного государственного партнерства, многие технические вопросы. Я считаю, что это будет очень полезная и хорошая договоренность, вероятность воплощения ее чрезвычайно высока. Этот проект не должен быть конечным, подчеркнул Владимир Гутенев. В будущем взаимодействие региона со швейцарскими бизнесменами и инвесторами, возможно, перейдет и в сферу фармацевтики. В стороне от решения проблем демографии в области не остается и Союз машинстроителей России. Почти каждый рабочий визит Гутенева в регион сопровождается акциями по передаче медучреждениям современного оборудования. В ближайшее время в одну из региональных клиник поступит новый реанимобиль для новорожденных.